Ну что ж, дорогие друзья, это программа «Твое утро», прямой эфир, и мы продолжаем сегодняшнюю программу. Да, думаю, много тем сегодня затронем интересных, говорим о здоровье, о том, как воспитать здорового человека, о том, как родить здорового человека, как из ребенка сделать человека. И как стать успешным в дальнейшем, чтобы быть на высоте. Сколько всего, я не верю, что так много тем можно затронуть за час эфирного времени. Да, я верю, потому что сегодня у нас в гостях потрясающие люди. Это Андрей Артурович Шауро, президент интернет-академии «Успех вместе». Хочу отметить, что это компания «Мировая». И Саудвакас Умбиталиевич Мустафаев, акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор. Доброе утро, господа. Рады вас видеть приездом. Вы впервые вообще, Андрей Артурович, в городе у нас? Нет, в АКТБ уже второй раз приглашают, потому что... Нуждаемся в вас. Да, да. Вот мы говорим сегодня о том, как важен спорт для развития детей, да? Да. Насколько это важно и когда нужно вообще начинать? Вот ваше мнение. Ну, смотря какой вид спорта, если говорить про шахматы, так как я был чемпионом зоны Дальнего Востока и Сибири, то с детства нужно отправлять детей на те виды спорта, которые будут давать развитие мышления человека. Вот когда у вас первый успех пришел, вот именно связанный с шахматами? В школе сразу же? Сразу же, однозначно. А если это не ребенка, например, тема, да? То есть если ребенок больше развит, например, в спорте, да, в хоккее. Стоит ли на это обращать внимание, либо все-таки настаивать, да? Шахматы, они развивают логическое мышление, значит, идем на шахматы. Тут не угадаешь, нужно отправлять ребенка в разные виды спорта и смотреть, где он добьется результата. Ну вот шахматы – это ведь спорт для усидчивых, по большей части. Ну, не знаю, потому что достаточно затратной энергии много у ребенка. А вот связаны ли спортивные успехи с лидерством и вообще личностным ростом? Сто процентов. Давайте вот этот вопрос более емко раскроем. Ну, если ребенок достигает результата в спорте, значит, у него появляется уверенность в том, что он может и достигнуть результатов и в жизни. Это может быть и политика, это может быть и другие сферы жизни. Вот мы знаем, что у вас есть интернет-академия целая, называется «Успех вместе». Более подробнее расскажите о ней и как вы добиваетесь реального успеха. Я почему-то верю в то, что вот сегодня мы пока сидим в студии, вот подпитаемся энергией. Энергетика хорошая. Энергетикой положительной. Мы не любим мстить нашим гостям. Но мне тоже нравится ваша энергетика. Вы положительный герой, людям даете с утра энергию, у вас улыбка, и это правильно. Вот «Академия успех вместе», главная ее задача – это изменить мышление человека. Меняется мышление человека, меняется его действие, меняются действия, меняются награды. Поэтому в жизни все легко определить, какое будущее у вас есть. Это ваша мысль. Вот какие цели вы ставите на тренинги? Помочь людям. Помогая людям, они тебе доверяют. Вот понятно, Андрей Артурович, а вот скажите, чего добиваются вы, добиваются участников тренинга? Или нет такого понятия – добиваться? Результат каким должен быть? Человек должен стать в итоге успешным, правильно? Да. А может случиться такое, что тренинг посетил, академию вашу закончил, да, а успешным не стал? Не может быть такого, потому что ученик посещает академию ежедневно на протяжении всей жизни. Потому что знание – это жизнь, движение – это жизнь. Поэтому однозначно, получая знания в академии в области успеха, он получает знания в области здоровья, в области финансов, в области тайм-менеджмента, в области семейных отношений, в области здоровья. Поэтому он однозначно получит результат. А вот как вы пришли к этой академии успеха? Как вы решили, что кроме того, что сами стали успешными, должны еще и людям помогать? Ну, конечно, наверное, свыше это пришло, потому что изначально я жил для себя. То есть я добивался высот в разных видах спорта, в разных видах бизнеса, свой первый миллион заработал в 17 лет. Каким образом, мне интересно? Открыл компьютерный клуб, это было очень актуально, не было техники у людей дома, они приходили к нам, и не было тогда интернета. Мы объединили компьютера между собой, и люди играли, это им нравилось. Танчики, да? Ну, тогда Counter-Strike был. Да, это было в моде, это было в тренде. Ну, понимаешь, человек заработал в 17 лет свой первый миллион, я начинаю комплексовать, понимаешь, мне 30. Нет, ну ты в 17 лет уже работала на телевидении, ты работала на телевидении, уже зарабатывала деньги. Большие. Большие, да, я помню. В 17 лет ты вела программу «Наш формат». Вот тренинг называется «Успех вместе», то есть это важно быть обязательно в коллективе. Сто процентов, потому что ракета, она не летит в космос одна. Это определенное количество действий людьми. И ваша передача – это тоже множество лиц, которых даже не видно во время эфира, но эти люди трудятся изо дня в день. Поэтому только в коллективе можно создать что-то великое. Где тренинг будет проходить, можно узнать? В городе Октабе сегодня будет продолжение у нас по адресу ресторан «Димаш Кулимбекова, 177-18-00 местного». Кстати, приходите. Да, вот с адвокатом у Виталиевича можно разглядеть характер, нрав ребенка, когда он еще младенец с точки зрения медицины. Вот мне, когда еще месяц, утробие. Да. Может быть, утробие, может быть, только новорожденный ребенок. Да, больше всего я хотел бы посвятить ситуацию, потому что там вопрос идет о ультразвуковом исследовании во время беременности, когда у младенца, но у ультразвуковое состояние больше всего интересует. Да, потому что изучая акушер-гинеколог при ультразвуковом исследовании, это фантастическое состояние, которое состоялось в Казахстане. В прошлом веке, в 1982 году, впервые в стенах НИИ акушер-гинекологии был найден впервые в Казахстане ультразвуковое исследование. Я являюсь основоположником ультразвуковой диагностики Казахстана и Средней Азии. Ну, наш аплодисмент. Да. Первая наука, первая зашита диссертации в Волгограде состоялся именно на основании этих методов исследований. На сегодняшний день это в каждом поликлинике, в каждой зене консультации, даже ауле, уже ультразвуковые исследования стоят. И врачам сегодня доступно изучение, введение беременности во время, так скажем, периода. А вот сколько, да, сколько, простите вас, перебью, раз беременной женщине нужно проходить УЗИ? Ну, естественно, есть результаты, нет, нет, противопоказаний нет. Ход можно каждый день и сколько угодно, потому что впервые стоял вопрос о вреде ультразвукового при исследовании. Та частота интенсивность, которая науке уже выбрана, ту частоту на татике не меняется. Он безвреден. А вот на уровне УЗИ, да, внутриутробно, можно понять, каким ребенок будет в будущем, его нрав? Ну, насчет нрава, конечно, это, наверное, фантастика еще, наверное, будут такие, наверное, научные подходы. Но мы что видим? Мы видим, да, в утрове матери, ребенка видим. И в утрове, у самого ребенка все органы внутренние. Все это вот так прямо, как на ладони, все это изучается. Да, к чему мы подводим, Андрей Артурович, есть продукт очень интересный. Вот вы подробнее можете нам поведать об этом, мы не в курсе, поэтому и спрашиваем. Ну, я подтверждаю, во-первых, опыт Садукаса, это человек, который известен в Казахстане и по всему миру. Например, Али, это сын Розы Ренбаевой. Это как раз принимал роды Садукас. Садукас, да, и многих других известных детей. И это действительно очень украшаемый профессор, просто мы, так скажем, скромно умолчали, но я не могу молчать, когда такие расслужения... Все правильно, героев нужно знать, но... Да, продукт Элэвейт. Элэвейт. Так, что за продукт, рассказываете? Это продукт будущего, прорыв для человечества в области здоровья, профилактика более 700 заболеваний. И Садукаса прикоснулся с этим продуктом и также не может молчать, потому что он директор клиники, и множество людей получают невероятные результаты, которые с точки зрения медицины практически невозможно объяснить. А давайте вот у него спросим, у самого, давайте у него спросим. Для всех, да, давайте о продукте. Да, значит, впервые в Казахстане, когда появился продукт, то, конечно, если без Адер-Артурши, это не состоялось бы. Впервые, когда из Америки было уже связь и научно обоснованные подходы, очень важны были для людей, насколько это безвредно, насколько это помогает и так далее. Поэтому вот моя задача была, я один из первых людей, которые столкнулись, знакомый с Андреем Артуровичем, и когда мы получили уже продукт на руки, естественно, там есть состав, с чего состоит, и для чего, вообще, что это такое. Потому что в наше время очень много было до того белосатинодобавки, БАДы, которые, их сотнями разными компаниями, когда предлагается, и мы слышали разные мнения, вопросы, которые возникали. Ну, обычно, они не находят столько, сколько сегодня, как элевейт. Элевейт. Теперь, да. Элевейт, значит, это правильное питание к вопросу. Так. Да. Для меня, как врача, клинициста, практикующего врача, врача-хирурга, который сталкивается каждый день разными состояниями здоровья и населения, особенно женского пола. Мне очень важно было во время беременности, как она будет себя вести, как будут вести различные состояния, которые патологические, когда человек реабилитируется, насколько это важно. Поэтому я через науку прихожу к этому вопросу. Просто так я не беру, значит, так вот. Ответственность, да? Да. Ну, да. Давай, пейте там, это хорошо, это будет так. Как обычно, это бывает. Давай. Но здесь я подошел к такому вопросу. Потому что я человек наукой, ученый человек, который постоянно читаем лекции, там, работаем разными состояниями, значит, так, которые готовим врачей и так далее. Теперь у меня много больных, которые что-то востребованы. Есть такие факторы, которые, ну, вы знаете, всеми организаций здравоохранения, ВОЗ, они контролируют всю ситуацию, анализируют. И дает определенные четкие действия, значит, так, показатели, которые сегодня играют роль. Оказалось, вот таким образом, есть слово такое, формирование здоровья полуобозрастной группы населения. Да? Состоит, из чего зависят. Оказалось, четыре фактора. Это, которые всем уже известно. Образ жизни, окружающая среда, биологические факторы и медицина, здравоохранение. Оказалось, образ жизни занимает формирование здоровья 60% занимает. Вы представляете, значит, мы зависим от образа жизни, в большинстве случаев, как формируется здоровье. Второе, это окружающая среда, нам всем понятно, да? Вода, почва, там, окружающая среда, атмосфера, радиация, там, и так далее, да? Биологические факторы – это наследственность, основном. Откуда что передается и как, например, скажем, да? У нас сегодня очень много вещей известны, значит, так, интеллект, например, передается от мужчины, от матери, например, да? Интересно, где, например, скажем, от матери к сыну. Вот эти все вещи, конечно, в любом случае, должны быть на здоровом фоне, да? И когда образ жизни мы начали изучать, потом 60%, и вот в этом 60%, 80% занимает питание. 80%, значит, в основном мы формируем свое здоровье через питание, так? И в 16-м году Нобелевский премию получил, ее, сколько в сумме, японец. Через 27 лет его догнал в Нобелевской премии. Он аутофагию клеток изучил о клетчатом процессах, и он завершил науку о клетках. Потому что мы состоим из клеток. Каждый орган состоит из клеток. А клеток нужно правильно питать. И вот как раз-таки данный продукт помогает, да? Да, он является клетчатым питанием, одним из слов. Который содержит, да, большинство всех витаминов, минералов, макро-микро-нутрицидов, различных активных веществ. В общем, где-то около 200 состоящих для клеток необходимых вещей. Слушай, это очень интересно, да? И представьте себе, такое впервые, да? И обычно, как мы, люди, питаемся, мы, раз уже формируется здоровье через 60% от образа жизни, там питание съедает 80%. Каждый день утра вот сейчас приближали, ну что съели, например, скажем. То съели, то попели, значит, он абсолютно не удовлетворяет потребность в клетках, да? Особенно после Нобелевской премии японца, это вообще, значит, оказалось совсем другое. Конечно, иногда он-то еще подсказывает, что голодание тоже полезно, но ты сколько можешь голодать, например, скажем, человек в любом случае должен питаться. И вот здесь наука вот стала основой для того, чтобы именно создать такого характера питания. Значит, в одной капсуле смогли сделать такую формулу, там вот необходимые сущные режимы в одной капсуле всех необходимых включений от питания. Вот это самая главная, вот эта ключевая ситуация. Вы одну капсулу съели, вы съели 30 килограммов фруктов, овощей, многих активных веществ. Можно вопрос такой встречный? А можно питаться неправильно? Есть бургеры, картошку фри и параллельно заедать витаминками. Любишь, да? Бургеры, да, любишь? Ну, вы знаете, во всем есть мера, да? Здесь мера одна капсула, которая удовлетворяет потребность в сущном режиме клетку. Если вы съели одну капсулу, вы можете, например, скажем, спокойно прийти, полностейно думать, что ты хорошо поели. Душевное удовлетворение должно быть. Мы это через себя проспустили, поэтому мы хорошо знаем. Я хирург, который встает в течение дня, в 10 часов, в 7 часов оперирует, другие там тяжести. Вот на узле сидишь с утра до вечера, например. Сколько человеку требуется его удовлетворить? Вопрос с адвокатством Виталиевича. А где можно приобрести данный продукт? Многие сейчас вопросы будут. Друзья, кстати, если есть вопросы, 222-333, это телефон прямого эфира. Вы можете сегодня прямо в онлайн задать любой вопрос нашим гостям. Естественно, Андрей Артыш – это человек, который доставил Казахстан. И сегодня тысячами людей, 180 стран сегодня питается вот таким образом, 180 стран. Утром мы все выходим из дома, стакан воды, капсулу выпили и побежали. Ну, что-то перекусить можно, потому что не думаешь, что съел, не съел. Самое главное, ты знаешь, ты удовлетворил клеток этой капсулой. И мы получаем результаты же. Если, например, скажем, у меня раньше, потому что стоят целый день в операционной, нервы, стрессы, постоянное напряженное состояние, потом сидишь на приеме, на роду, еще сидишь с каждым человеком, у меня работают 30-40 минут, столько энергии уходит. Я сегодня это все легко переношу. То есть клеточное питание и левейт, получается, в гармонию иммунитет приводит. И за счет этого происходит профилактика более 700 заболеваний. И то, что Садукас увидел как профессор, его просто шокировало, потому что люди встают буквально с колен, можно сказать. Давление в норму, сахар, и сердце работает невероятно. Какие дети здоровы? То есть, Андрей Артурович, вообще противопоказаний нет? Абсолютно. Клеточное питание. Вопрос, со скольки, с какого возраста можно употреблять? Ну, естественно, одна капсула полная, это получается для ребенка от 40 килограмм, а если ребенок получается 20 килограмм, значит, одна вторая капсула. Ну, то есть, можно, главное, да. Но вопрос, где приобрести, так и не было так. А вот где приобрести, это интересный вопрос. На самом деле, вы приобретаете продукт, есть возможность напрямую с завода, без посредников, и вам домой приходит продукт. То есть, вообще... Это онлайн заказ? Да, вы делаете интернет-заказ, вы не переплачиваете деньги, этот продукт не будет стоить вот вам, как в аптеке или в магазине, потому что там есть посредники. Вы взяли напрямую с завода, где это производится, и вам продукт доставили официально через таможню. И он находится в 5-10 раз дешевле, чем, ну, другие продукты. А также, если вы в интернете пока еще не сильны, можно найти нашего представителя официального, который поможет вам сделать заказ этого продукта и подскажет, как это делать в будущем. Вообще представителей в городе октябре много, и как на них выйти? Естественно. Ну, представителей... Их по всему миру не так много. То есть, но сейчас к нам приходят такие люди, которые за бизнес, который высокоразвитый. То есть не продажа гамбургеров и Кока-Колы, и сигареты. Мы не рекламируем, друзья, мы просто упоминаем эти бренды. Да. Имеется в виду речь, что сегодня нужно продвигать в 21 веке то, что будет приносить пользу человеку, а не разрушать. И таких людей, к сожалению, не так много, но их становится гораздо больше. И вы можете стать таким человеком, если найдете представителей Академии Успех Мести и компании БЭПИК. Хорошо. Может быть, Инстаграм, сайт? Пожалуйста, озвучьте. 3W. Да. Что там? Как найти? Вот человек сейчас смотрит нас в прямом эфире программы «Твое утро» и думает, ну, куда звонить? Куда звонить? Ну, мы тоже вот так вот не рекламируем. Ну, можете найти, например, нас в интернете, наберите «Академия Успех Мести», аэс8.tv главный сайт, но вообще можно просто забить в Яндексе, в Гугл «Партнер компании БЭПИК» или «Партнер Академии Успех Мести». Либо, Андрей Шаура, зайдете в Инстаграм, напишите, там есть данные. И я вас познакомлю с главным лидером вашего города и региона. Здорово. Благодарим вас за это утро. Один момент остался. Да. На сегодняшний день показатели Казахстане по здоровью очень, в общем-то, серьезные. Особенно сейчас сегодня, если по смертной заболеваниям сердечная патология занимает первое место, второе уже онкологические процессы. Сегодня онкология очень серьезно продвинулась. А вот этот продукт является еще антиоксидантным его воздействием. Это есть профилактика онкологических заболеваний. Плюс к тому, что Андрей Ротович сегодня представил о продукте. Такой очень важный, такой однокапсула решает очень многие проблемы здоровья и профилактики. Тем более, сегодня сказана цифра профилактика 700 заболеваний. Это достойный продукт, потому что я как врач, уже испытали на себе, на своих пациентах. Я могу сравнивать тему, как было до этого, как мы вели до операции, после операции, во время беременности, после беременности. Есть о до и после, есть определенные конкретные изменения. Спасибо вам большое за то, что пришли сегодня в нашу студию. Добро пожаловать в ОКТБ. Я думаю, что люди все-таки задумаются над вашей фразой, Андрей Артурович, о том, что нужно думать, что будет дальше, чтобы быть успешным. Друзья, успех вместе, вместе с Андреем Артуровичем Шаура и с адвокатом Биталиевичем Мустафаевым. Наш сегодняшний успех. Этим утром продолжается. Увидимся после небольшой, успешной рекламной паузы. 222, 333 наши координаты. Смотрите нас в онлайн. Не переключайтесь, у нас для вас много интересного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова